Всем привет! Меня зовут Дмитрий Шимко и в данном видеоролике я расскажу о совместимости двух воздушных знаков. Близнецы и Весы. Очень интересный союз. Несмотря на их общую водную стихию и двуликость, все-таки немало конфликтов разногласий возникает в таких союзах. Но тем не менее, по большей части эти союзы все-таки комфортные и благополучные. Как называют астрологи такие союзы, это союзы гимнастики ума. То есть они соревнуются интеллектом. При этом обаятельные и суперспортщики Весы, которые, как правило, являются лидером этого союза, постоянно пытаются обхитрить, перехитрить близнецов. Близнецы с абсолютной уверенностью идут на эти уловки, потому что понимают, что эта тайна давно разгадана. Так как сами же близнецы все это давным-давно и придумали. Все эти ходы в их голове так или иначе уже пройдены. То, что Весы только пытаются встать на их рельсы и проделать близнецам, давно все понятно. Но именно это легко и просто изглаживается в подобного рода конфликтах. Единственное, нет какого-то равновесия. Несмотря на то, что Весы все-таки кардинальный знак и любят взвешивать, не любят быть в одиночестве, но он все-таки двойственный знак. Двойственный такой же, как и близнецы. То есть, если одна половинка у Весов в работе, другая дремлет, у Близнецов так же, то они могут договориться. Но пройдет какое-то небольшое время, включаются и другие стороны личности и начинается все заново. Близнецы могут принять решение и забыть о нем через 5 минут. Или принять решение, а на следующий день поменять его вместе с общими планами действия. Весы же наоборот, в этом смысле, могут долго размышлять, думать, взвешивать, прийти к какому-то выводу. А на следующий день, если и решаться поменять, то для них это будет мучительно. Все-таки будет мучительно. Они проявят осторожность. И будут заново долго взвешивать. Вот Близнецов может раздражать вот эта нерасторопность Весов, что Весы все-таки в какой-то степени тугодумы. И это не связано с их конкретной какой-то личностной чертой. Это общая черта у Весов. Она так или иначе включается в какой-то момент жизни, времени и так далее. Близнецы же всегда подвижны. Всегда. Это, естественно, интеллектуалы, мастера словесной игры. Это всегда психологическая атака на партнера. Но люди, окружающие эту пару, никогда не поймут, что у них происходит. О чем они говорят, о чем они могут договориться. Что они задумали в тот или иной момент. Вообще, такой союз может быть очень даже хорошим и гармоничным, если эти два человека поменьше бы думали, размышляли и побольше бы чувствовали. То есть им нужна именно чувствительность. Но за разговорами, за вот этой вот воздушной стихией, которая неосезаемо, ее не видно, все там пропадает. Просто весь рационализм, прагматика, четкость, все это исчезает. Хотя весы всегда стараются все-таки вытаскивать из самого-самого-самого утопического проекта какие-то все-таки положительные стороны и рациональные стороны. Так, ну что еще сказать. Что они быстро находят общий язык, могут говорить на любые темы, философствовать, как любые воздушные знаки. Очень похож как с союзом весы водолей, только здесь с близнецами чуть-чуть посложнее. Чуть-чуть посложнее тут кто кого. Кто кого и постоянные вот метания и у того и у другого. То есть уловки, кто кого поймает. Конечно же, хотелось бы, чтобы в данном союзе лидером были весы более рациональные, прагматичные, которые могли бы уводить от каких-то иллюзий, мечтаний в какую-то конкретную плоскость, в конкретных задач поставленных. В целом, по энергетике союзы очень неплохие, по большей части очень положительные и комфортные. На этом, пожалуй, все. Меня зовут Дмитрий Шинко. Спасибо вам за внимание и счастливого дня.